Всем огромный привет моим подписчикам, тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня вторая серия фитнес-дневника, это мой проект, где я рассказываю о своем правильном питании, тренировках, здоровом образе жизни, которого я придерживаюсь, и обо всем, что связано с этой темой. Если вам интересно, то оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. В этой серии мы с вами поговорим о том, почему правильное питание важно для человека, который занимается фитнесом, который тренируется, в принципе, почему важно для здорового образа жизни правильное питание, и как себя на это правильное питание замотивировать, с чего, собственно, и начинается все. Честно говоря, я считаю, что никакое дело не принесет пользы, если человек не понимает, зачем ему это нужно, у него нет четкой мотивации, и с правильным питанием все то же самое. Но если человек не понимает, почему правильное питание важно, почему, где именно правильное питание помогает, где именно и как именно это работает, он не будет правильно питаться. То есть для него это будет просто пустой звук, что ой, все сейчас сидят на ПП, в инстаграме хэштеги, ПП, правильное питание, ПП-шка полезная, я худею правильно, и все в этом роде, вот я тоже буду питаться правильно, без какого-то четкого понятия, что именно это дает. Я думаю, что никто бы не продержится долго. И сразу хочется отметить, что правильное питание это не единоразовая акция, я месяц попитаюсь правильно, потом я никогда не растолстею, не буду переживать, буду есть по 100 котлет, закусывать в Макдаке каким-нибудь чизбургером, и все у меня будет прекрасно. Я месяц же пропитался на правильном питании, значит все, теперь мне никакие жиры и углеводы не страшны, и такого тоже нет. Правильное питание это образ жизни. Если вы выбираете для себя правильное питание как образ жизни, значит это правильно. Если вы хотите какую-то единоразовую диету, которая вам поможет временно, а потом вы будете питаться как хотите, наверное это тоже не ваша тема. В принципе, сразу хочу отметить, люди, которые хотят реально, чтобы я сейчас рассказала, что нужно делать в течение 10 дней, чтобы потом жрать все подряд и не толстеть, сразу можете выключить это видео, потому что я думаю, что я вам не расскажу ничего интересного, нужного, и я не думаю, что вам кто-нибудь расскажет о такой диете. Нет, диета существует, реально похудеть, но вес вернется и принесет с собой еще вес. Если вы питаетесь на правильном питании, такого естественно не будет. Прежде всего, почему правильное питание важно, хотелось бы объяснить. То есть я когда пришла к своему тренеру, он мне сказал замечательную фразу, что все, что ты делаешь сейчас в зале, как бы ты там не упахивалась, какие бы веса бы ты не брала и сколько бы километров ты не пробежала, 30% это тренировки и 70% успеха это то, как мы питаемся дома. То есть когда вы приходите заниматься в зал, тренироваться, вы должны прекрасно понимать, что как бы вы не выкладывались на тренировках, в ваш организм должны поступать нужное количество белков, так как белки это строительный материал для мышц, также нужное количество, именно нужное количество, не больше и не меньше углеводов. Организм именно из углеводов черпает энергию для тренировок в том числе. Если вы съедите меньше углеводов, то просто-напросто вы не сможете выложиться на тренировки на все сто. Если вы съедите большее количество углеводов, то непотраченная энергия, она у вас запасется на будущие времена. Вдруг они будут голодные, думает наш организм. Но эти все процессы, на самом деле, они описаны очень подробно, очень все понятно. Есть, конечно, разные виды углеводов, есть простые, есть сложные. Сложные более долго усваиваются, то есть их лучше есть в первой половине дня, они будут долго поддерживать нашу активность. Есть простые углеводы, которые мгновенно усваиваются, дают выброс энергии резкий. На них хорошо тренироваться, на самом деле, если вы сразу же после них пойдете тренироваться. То есть, допустим, я тренируюсь на фруктах. Я за где-то полтора часа за час до тренировки ем фрукты, где-то 300 грамм фруктов. Мне не тяжело после этого. А, кстати говоря, еще я где-то, наверное, ложку йогурта съедаю или ложку творога. То есть, такой очень легкий белок, но который тоже медленно расщепляется. Дело в том, что как раз вот эта комбинация мне не дает тяжести и при этом дает энергию. Я могу работать на тренировке, отрабатывать все, что мне необходимо. Жиры для женщины тоже важны. И урезать их конкретно вот так вот прям совсем не то, что нет смысла, это опасно. Самое главное, что вы должны понять, что без правильного питания смысла тренироваться практически никакого. Да, будет эффект, но вряд ли вы его заметите, если у вас действительно очень неправильное питание. Также, очевидно, раз тренироваться нет смысла без правильного питания, то без правильного питания невозможно сбросить жир и невозможно набрать мышечную массу. Я уже объясняла, что белки это строительный материал. При недостатке белков организму не из чего просто будет построить ваши мышцы. Как бы вы ни качали и какие бы веса у вас не были. Нет белка, не из чего строить. И все. Почему нельзя сбросить жир? Ну, все тоже очевидно. Если вы потребляете большое количество углеводов и жиров, ну, более чем нужно, и маленькое количество белков. Ваши углеводы, которые вы не тратите, они откладываются в жир. Жир, естественно, туда же складывается. И белки, их недостаток, скорее всего, недостаток, потому что по себе знаю. Девочки зачастую потребляют мало мяса. Да и в принципе все люди потребляют мало мяса, мало молочных продуктов, мало кисломолочных продуктов. И таким образом, на самом деле, огромный бич сейчас нашего населения, что все потребляют мало белка. Это вызывает проблемы с иммунитетом, проблемы, естественно, с фигурой, проблем со здоровьем. Комплекс проблем такой. И наоборот, переходит на употребление углеводов и жиров. То есть жиров очень много в рационе, потому что едим жирное, жареное, вечно все в каком-то фритюре, фастфуд, не дай бог. Углеводов большое количество. То есть это всевозможные гарнирчики, всевозможных фруктов сейчас сезон. Это, конечно, фрукты хорошо, но помните, что это простые углеводы, с ними нельзя перебарщивать. Таким образом, наши непотраченные углеводы, жиры, они все усваиваются организмом, все складываются в наши запасы, ждут своего звездного часа, при этом отсутствие белков в рационе. Все это не дает нам сбрасывать именно жир. То есть если вы будете худеть на какой-нибудь такой прекрасной рисовой диете, вы потеряете воду, может быть, вы потеряете мышцы, все что угодно можете потерять, кроме жира. То есть вот эти монодиеты, они как раз-таки, точнее не монодиеты, это вот все эти, я бы объединила их в огромный кластер, идиотские диеты. То есть всякие гречневая неделька, неделька там, чередование, типа фруктовый день, овощной день, день вообще там воздержания от еды, пьем одну воду, день рис, день там еще что-то, всякие вот тощие есть диеты, там в один день 500 калорий, в другой 1000 калорий, там вот все эти идиотские диеты, они не сбалансированы, они вызывают огромный дисбаланс просто в организме. Организм не получает белка, он получает либо огромное количество углеводов, либо он тут один день получает белки, потом он получает углеводы, он вообще не понимает, что с ним происходит, что вы от него хотите. Он вам отдает все, что угодно вам отдаст. Он отдаст вам воду, он отдаст вам мышцы ваши, сожгет к нафиг чертям, потому что мышцы сами по себе очень энергозатратны. И в первую очередь, когда у организма наступают черные дни в виде вашей диеты, он вам отдаст эти мышцы, скажет, что они мне не нужны, они жгут слишком много калорий. Но жир он никогда не отдаст. В стрессовой ситуации, которую вы создаете этими диетами, жир организм никогда никому не отдаст, потому что вдруг завтра вы вообще его прекратите кормить, что он будет делать в ваш несчастный организм. Естественно, жиры он никогда вам не отдаст, то есть жир останется у вас. Знаете, это из разряда «ощая корова, еще не встроенная лань». То есть путем таких диет вы превратитесь в тощую корову. Встроенной ланью, чтобы стать, нужно правильно питаться, заниматься в зале, заниматься кардио и, возможно, еще какими-то дополнительными физическими нагрузками себя облагораживать, скажем так. Следующий аспект, который я хотела бы тоже донести до людей, это замечательная фраза «Мы то, что мы едим». То есть не может из чего-то хорошего состоять организм человека, который потребляет кока-колу, который потребляет огромное количество фастфуда, который, не знаю, не видел, что такое куриная грудка, очень-очень много времени он ест просто как бы жирное, жареное, вот все, наполненное канцерогенами, сладкого, огромная туча просто. Ну, не может ни из чего хорошего организм такого человека состоять. Я не скрою, я тоже люблю себя, скажем так, в нынешней моей ситуации побаловать чем-то таким вредным. Меня там бывают, меня перекроют, мне прям хочется чего-то там в кляре, мне хочется в Макдональдс зайти, мне хочется кока-колы элементарно с виски. Но это случается в моей жизни настолько редко, то есть у меня выходные, да, я могу себе что-то позволить, у меня один день есть, когда я себя ни в чем не ограничиваю. Ну, во-первых, это очень сложно сделать, себя прям ни в чем не ограничивая, потому что чисто психологически, да не психологически, да даже организм не может съесть тонну еды, какой-то вредной, это не вмещается в меня уже все. Во-первых, во-вторых, уже привык к чему-то другому, привык к курогрудке, привык к творогу, привык к овощам печеным, допустим, и уже как-то вот хочется, да, где-то что-то себе позволить. Хочется, вот мне больше всего хочется обычно фруктов и сыра. Сыр я очень сильно люблю, вот так сказать, что прям вот мне хочется там из Макдональдса не вылезать сутки, у меня такого нет, у меня там раз, может, в месяц, раз в два месяца мне захочется в Макдональдс, я реально в него пойду. Ну, так вот глобально меняются пищевые привычки, пищевые привязанности, и я вижу, что мой организм, он лучше стал работать, я вижу, насколько у меня чище стало лицо, я вижу, как кожа меняется, как все в моем организме медленно, но верно меняется в правильном направлении, то есть волосы лучше становятся, лицо лучше становится, да, взгляд даже как-то яснее становятся, и мысли лучше. И я считаю, что действительно пища в огромной мере влияет на человеческий организм. Я считаю, что от того, как мы питаемся, в нашем организме, грубо говоря, все и начинается, потому что пища это строительный материал, это энергия, это то, что организм переваривает в себе, то есть от желудочно-кишечного тракта очень многое зависит. И следующий аспект, который я также все-таки уже затронула, это то, что правильное питание, оно улучшает здоровье. Ни для кого не секрет, что если у человека проблемы с пищеварением, допустим, с усваиваемостью некоторых продуктов, то у него автоматически это все на лицо выскакивает в качестве каких-то прыщей, аллергии. Ну, может быть такое, может быть такая реакция. Если человек не доедает, то у него плохие ногти, плохие волосы, в смысле не доедает именно белков, не доедает кальция, то у него будут плохие волосы, плохие ногти. Если человек перебирает сладкого и жирного, у него могут быть проблемы с кожей. Если, в принципе, он неправильно питается, то есть он питается какими-то там жирными вещами, фастфудом, сладким, какими-то булками, но он не ест правильное количество овощей, фруктов, витаминов, мяса, то у него тусклый цвет лица, неровный цвет лица. Это все очевидно. Также, естественно, правильное питание влияет на фигуру, потому что у вас становится правильный баланс формы. То есть ваши руки, ваши ноги, все наши проблемные места, они даже на одном правильном питании приходят в норму, в более-менее адекватную, потому что за счет правильного питания ваш организм балансируется, и ваши жировые наслоения потихонечку рассасываются, а мышцы, наоборот, укрепляются. То есть даже очень многие мои знакомые, я для себя отметила, что даже нет еще эффекта тренировок, допустим, еще не началось вот это все, вот этот организм, потому что от тренировок очень долго не приходит эффект. То есть это надо реально ожидать, тренироваться, вкладываться. Но самый первый эффект, который приходит, это реально от перехода на правильное питание, что организм начинает лучше работать, действительно. Ты видишь, как твое тело меняется уже на этом этапе, что становится даже, девочки, даже целлюлит, он уходит просто потому, что вы съедаете не какой-нибудь чизбургер, а вы съедаете куриную грудку. Даже вот на этом моменте уже улучшение наступает. Итак, это все, чем я хотела сегодня с вами поделиться, о чем поговорить и все аспекты, почему я стала питаться правильно, как я себя замотивировала, почему я считаю, что правильно питаться, это важно. Все это я вам постаралась донести. Надеюсь, моя речь для кого-то будет полезной. Если видео вам понравилось, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как вы относитесь к правильному питанию, как вы пришли к правильному питанию, какие вещи вас мотивируют и заставили вас понять, что правильное питание – это очень важно. И все, всех вас люблю, целую, до встречи в следующих видео.